Накануне самого мужественного праздника поздравили не только тех, кто носит погоны и защищает родину с оружием, но и тех, кто обеспечивает мирную жизнь и бережет свою семью. В концертном зале собрались люди разных поколений, ветераны Великой Отечественной войны, воины, охранявшие рубежи отчизны, прошедшие службу за пределами России, самые юные горожане, которым только предстоит идти на военную службу, и, конечно же, матери и жены защитников. Сегодня ни в одной армии мира нету равных нашим летчикам из ВКС, нашим морякам из военно-морского флота, нет альтернативы ни в одной стране мира нашим воздушно-десантным войсках. Военная служба стала наиболее привлекательной. Сегодня наши ребята с удовольствием поступают в высшее учебное заведение, продолжают там обучение, получают звания офицеров. Да не только ребята, но и девчата поступают. После слов приветствия и поздравления состоялась церемония награждения от отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Научебоксарску за добросовестное исполнение служебных обязанностей, достигнутые успехи в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности. Далее состоялся концерт с участием лучших творческих коллективов города, который никого зрителей не оставил равнодушным. Зрители с особым трепетом узнавали хорошо знакомые песни и с удовольствием подпевали артистам. В фойе Дворца культуры развернулась выставка-инсталляция Центральной библиотеки имени Гагарина, где были представлены книги на военную тематику и экспонаты Музея краеведения. Здесь же была организована выставка детских рисунков, посвященная защитникам Отечества. Сабина Вишневская, Павел Андреев. Новости Новочебоксарска. Субтитры создавал DimaTorzok